Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Я снова вернулся, надеюсь вы этому рады. Не знаю как вы, но я по вам скучал. Надеюсь, что вы по мне скучали так же. Настроение у меня сегодня хорошее, надеюсь у вас так же. Поздравляю всех с началом новой недели. Я искренне надеюсь, что эта неделя будет в миллиард раз лучше предыдущей. Хочется, чтобы все было классно, я вам всем этого желаю. Пусть все будет зашибись просто. По всем фронтам, чтобы все было круто. И обязательно, чтобы выздоровели все те, кто, не дай бог, еще до сих пор болеет. Обязательно поправляйтесь. Вот и наступил сезон дождей, что я не очень люблю в принципе. Не люблю такую погоду, знаете, вот эти туманы, серость, дожди. Но несмотря на это, все равно я встретился с друзьями, мы провели время, хорошо так посидели, пообщались. В общем, как-то, знаете, стало хорошо. Все-таки иногда нужно вот такие какие-то разрядки делать, потому что работа работая, но она никуда не тянется, а отдыхать нужно, отвлекаться, развеиваться. Потому что если только жить одними новостями, можно кукухой поехать. Кстати, о кукухе. Мне тут, значит, написали комментарий, и не один раз уже он меня просто повеселил. Оказывается, я больной на голову, причем болен я очень жестко. Меня этот комментарий очень сильно развеселил. Там был такой текст. Он болен на всю голову, но вот я прихожу каждый день послушать этого психопата. Я такой сижу и думаю, кто из нас после этого, простите, болен. Боже, ну до чего же люди меня забавляют и веселят. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши диагнозы. Так что, психиатры меня смотрят официально. Мне поставили диагноз, что я болен глубоко на всю голову. Ну и ладно, как говорится, полнолуние пережили. Кстати, кто как его пережил. В этот раз было немножко легче, но несмотря на то, что полнолуние уже позади, осень-то у нас в самом разгаре. Поэтому обострение продолжается. Собственно, друзья, будьте аккуратны. Не сойдите с ума. На выходных, значит, мы встретились. Все замечательно, прекрасно, но мы так мило, душевно засиделись, что пропустили общественный транспорт. И вот это было самое интересное, когда общественный транспорт уже не ездит. Скоро комендантский час, на улице ливень, холод, такси вызвать невозможно. Всем нужно добираться в разные точки. Но слава богу, что все добрались. Кто-то пешком пошел, кто-то через каких-то знакомых там просил кого-то приехать на машине. Я тоже кое-как добрался. Весь, конечно, промок. Слава богу, я не заболел. Я еще удивляюсь, как я не заболел, потому что я просто пришел, с меня лилось. Вот настолько был сильный дождь. Я думаю, что многие это видели. Слава богу, что все хорошо. Настроение было классное, потому что, знаете, вот, да, ты встречаешься с людьми и классно заряжаешься. Уже тебе и дождь, и снег, все до одного места, на это вообще не обращаешь никакого внимания. В общем, встретились, хорошо, замечательно, не буду так сильно в подробности. Подаваться, особо там нечего рассказывать. Просто хорошо, классно, мило, душевно посидели, пообщались. Так душевно, что опоздали на транспорт. Но слава богу, что все вовремя успели попасть домой. Кстати, по поводу субботы. Мне многие начали писать, что, мол, почему в субботу нет видео, это что так будет всегда. Друзья, нет, так не будет всегда. Да, ролики будут по-прежнему выходить с понедельника по субботу включительно. Просто раз в месяц я буду устраивать вот такое вот два выходных подряд для того, чтобы лучше отдохнуть. Потому что, знаете, один выходной хорошо, а два все-таки лучше. Я понимаю, и мне безумно приятно, что вы скучаете без моих роликов. Это для меня очень важная цена, поверьте. Но, если вы хотите, чтобы я был в полном порядке, чтобы таки моя кукуха реально не отъехала, все-таки иногда мне нужно два выходных, чтобы отдохнуть от всего и от всех. Поэтому все нормально, не переживайте, ролики будут выходить, как и прежде, с понедельника по субботу. Но один раз в месяц будет два выходных. Для того, чтобы, хотел сказать, я и мои люди, это уже точно звоночки, отдохнули. Вот такое у меня было сегодня вступление. Я надеюсь, что вы не скучали на этих выходных. Рассказывайте, что у вас было, как вы их провели, что было хорошего. И самое главное, я надеюсь, что никто не болеет. И никаких депрессий. Для того, чтобы, не дай бог, не войти в эту депрессию, потому что осень — это такая пора, когда многие в нее уходят, вы приходите сюда, я буду вам поднимать настроение, отвлекать, веселить. В конце концов, есть телеграм-канал, приходите туда, пообщаемся там. Будем вытаскивать друг друга из этого состояния. Сам боюсь, как бы в эту депрессию не окунулся, потому что вот эта вот погодка меня напрягает, если честно. Поэтому в такую погоду самое важное, что правильно, хорошее, приятное общение. Чего я вам всем и желаю. А также я вам всем желаю прекрасной впереди недели и приятного просмотра. Ну а теперь мы переходим к новостям. Погнали! Дрейк сделал себе прическу с логотипом Найк. Посмотрите, как это выглядит, как вы думаете. Истинный фанат или все-таки Найк ему хорошо за это заплатили? Напомню, что Дрейк очень-очень не бедный, далекой человек. Я думаю, что не случайно, сто процентов. США уволили учительницу, которая на уроке защищала педофилов, представляете? И просила учеников не вешать на них ярлыки. И такое бывает, и слава богу, что ее уволили, потому что... Нет, друзья, это однозначно никак нельзя оправдывать. Ни в коем случае. Супермодель Линда Евангелиста впервые за долгие годы вернулась на подиум после неудачной пластики. Она закрыла юбилейный показ Фенди, посвященный выходу сумки. Вот тут я прям не мог понять. Багет? Думаю, багет, сумка, багет. Такое разве бывает или я что-то не понимаю? Я прошу прощения, если я вдруг что-то в брендах не так говорю, в неделе моды в Нью-Йорке Линда Евангелиста появилась там как истинная королева и закрыла показ. С чем ее мы и поздравляем. Как хорошо, что она пришла в себя и теперь возвращается. Ну, я, конечно, не думаю, что она прям так надолго вернулась, но, по крайней мере, то, что она уже иногда появляется, это уже хорошо. В первую очередь для нее. В сети появились объявления, предлагающие оформить подписку платную на Тиндер по цене в три раза выше обычной. Владельцы объявлений продают промокоды, которые по их завершению получены от самой компании. Однако, сам сервис Тиндер такие промокоды сразу отправляет в бан. В общем, кто-то решил на этом подзаработать. А вот, кстати, тоже такая вот новость по поводу платных подписок на Тиндер еще где-то. В сайтах знакомств никогда этого не делал. Кто-то этим пользовался или нет? Так что будьте внимательны. Если покупаете, то покупайте официально. Ну, а теперь немного поговорим о королеве Елизавете. Ныне уже, к сожалению, покойной. 8 сентября, напомню, на 97-м году жизни скончалась королева Елизавета II. Ее сын, принц Чарльз, взявший титулованное имя, как имя Карл III, тут же был назначен новым королем Великобритании. По королевскому протоколу похороны Елизаветы должны пройти через 10 дней. В общем, Елизавету похоронят 19 сентября. Новый король, который ранее в своей речи тепло упомянул о Меган Маркл, на деле оказался куда коварнее, чем предполагали. По всей видимости, той самой речи он лишь подстелил в соломки Меган Маркл. Теперь он и видеть не хочет невестку на похоронах своей матери. Об этом стало известно еще, когда принц Гарри узнал о смерти бабушки. В Балмолар он намеревался поехать вместе с Меган, однако отец предостерег его о том, что семья не слишком-то хочет встречаться с Меган Маркл, особенно после всего, что она наговорила, в столь трагической обстановке. Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместо находиться в Балмоларе в такое глубокое печальное время. Проститься с бабушкой Гарри, к сожалению, не успел. Когда он прилетел в замок, королевы уже не стало. Один из пассажиров, летящий в самолете вместе с принцем, заметил, что Гарри выглядел очень подавленным. Отношения к королевской семье с Сассекскими накалились уже давно. Как вы знаете, смуту в королевскую семейную идиллию внес переезд Гарри и Меган в США. Мало того, незадолго до кончины Елизаветы II Маркл заявила, что не желает общаться со своим свекром. И принц Гарри тоже с ним не общается и в черный список его внес, я об этом рассказывал. Вообще, конечно, интересно наблюдать за королевской семьей. Говорят, там даже есть некий план, который они еще при жизни Елизаветы обсудили, вот незадолго до ее кончины, что якобы Карл, третий король нынешний, будет королем до 80 лет, сейчас ему 73, так сказать, чтобы он успел потешить свое эго. А после передаст трон старшему сыну, само собой. Ну, в общем, время покажет, я не знаю, как будет на самом деле, что вы думаете по этому поводу, друзья. Напомню, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Сейчас ее гроб находится в Эдинбурге, а потом его отправят в Лондон. Кстати, Netflix приостановил съемки шестого сезона сериала «Корона» после смерти Елизаветы. В нем сюжет должен охватить ее правление в нулевые, а также взросление принцев Уильяма и Гарри. Не знаю, с чем это связано, но съемки приостановлены. Значит, наверное, будут переписывать сценарий. После смерти Елизаветы II стало известно об ухудшении здоровья Папы Римского. Глава Римско-католической церкви заговорил о готовности покинуть свой пост. Сейчас появилась информация в сети о том, что у Папы Римского, которому, напомню, 85 лет, очень плохо со здоровьем. В сети уже появилась фотография, сделанная во время его недавнего путешествия в Канаду. На снимке Папа Римский пытается встать с инвалидного кресла, и видно, что дается ему это с большим трудом. Но стоит заметить, что глава Ватикана не скрывает проблем со здоровьем. Минувшим летом он даже заявил, что может оставить свой пост по этой причине, и вот что он сказал. «Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше». Это он рассказал после того, как побывал в Канаде. Так что, я думаю, что совсем скоро будет другой Папа Римский. Юлиан Певец, если помните еще такого, тут рассказал интересную новость, как он пел однажды для королевы Елизаветы II. Он стал одним из избранных артистов, развлекающих Елизавету II во время ее единственного визита в Россию в 1994 году. Почему выбрали именно его, а не, допустим, Аллу Пугачеву, Кобзону или еще кого-то, он и сам до сих пор не знает. Но говорит, что так решил президент Ельцин тогдашний. Он поделился своими воспоминаниями, как он замечательно пел, и королева сидела прямо перед сценой. Вот его цитата. Я обратил внимание на ее бриллианты и изумруды. Она была ими усыпана. Они так ярко сверкали. Ну, кто на что смотрел. А потом еще был фуршет, живое общение даже. Он даже говорит, что ему удалось пообщаться с королевой. Елизавета сама подошла ко мне, посмотрела в глаза и, улыбаясь, сказала, «Будь счастлив, мой мальчик». Я эту фразу запомнил на всю жизнь. Рядом стоял Ельцин. Он похлопал меня по спине и сказал, «Молодец». Вот такие вот воспоминания у Юлиана о Елизавете. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Компания DC назвала настоящее имя суперзлодея Джокера. Авторы комикса раскрыли, что его зовут Джек Освальд Уайт. По сюжету в альтернативной вселенной роли Бэтмена и Джокера заняли отец и мать Брюса Уэйна, оригинального Бэтмена. Последняя и выведала, как на самом деле зовут настоящего злодея. При этом сам Джек Освальд Уайт в комиксе стал уборщиком и примерным семьям Нином, а не сошел с ума. Ну, кстати, Джокер, интересный, конечно, персонаж, но вот, все равно, повторюсь, уже не раз говорил, не мое это, не мой фильм для меня слишком тяжелый. Мадонна снова нарвалась на волну хейта. На своей странице в Инстаграм Мадонна продемонстрировала бриллиантовые зубы. На видео Мадонна позировала с инстафильтром, который дорисовал на лице ей бороду и причудливые рисунки. На фоне она добавила песню доминиканской рэп-исполнительницы Такиша, а саму публикацию она подписала отрывком строчки с трека. Такиша, что я хочу новую задницу. Фанаты Мадонны были удивлены непонятной публикацией, в комментариях ждала волна критики. Они считают, что у Мадонны поехала крыша, либо она уже перешла все границы. В общем, критикуют, пишут, что случилось с твоим лицом, била Мадонну всегда, но что-то с ней сейчас происходит и так далее. Вообще, конечно, хочется сказать, камон, это же Мадонна. Она всегда была эпатажной, скандальной провокаторшей, всегда. Пора бы уже и привыкнуть. Или кто-то реально думает, что она слетела с катушек. Я не думаю, мне кажется, это просто типичная Мадонна, от нее всегда этого можно ожидать. Кстати, за молодого парня ей прилетело так же. Типа, она вообще-то занимается педофилией, представляете, ее даже в этом обвинили. Ну, вот знаете, какой-то сексизм получается, да, двойные стандарты. Значит, когда дедушки женятся на внучках, то все от. А как только Мадонна, женщина, да, себе нашла молодого парня, то одного, то другого, то сразу ее осуждают. Вот Хакамаде-то скажите. У нее, кстати, тоже молодой пацан, с которым она там ходит, и здесь светится от счастья. Напомню, что у Мадонны сейчас снова там парень, 23 года, ему модель. Дамы, как вы к этому относитесь? Ну, 23 года, ну какая педофилия, я извиняюсь. Он взрослый парень. А потом давайте не будем забывать, да, что все эти молодые мальчики, девочки, они сами не прочь прыгнуть в койку кому угодно. Им плевать сколько лет, главное, чтобы устроить свое богатое, светлое будущее. Поэтому, ну, такое. Комментируйте интересную тему, а мы двигаемся дальше. Депутат Роман Худяков прошелся жестко по Алексею Панину, и вот что он на этот раз сказал. Актера Панина, постоянно находящегося в пограничном состоянии психики, нельзя пускать в Россию уже давно. Ему каким-то образом удалось забрать ребенка у жены и вывезти в Испанию. Но теперь он регулярно возвращается на родину, где подрабатывает себе на жизнь. И вот этот актер, одной роли сыгравший бандита в жмурках Балабанова, оказавшийся буйным алкоголиком, сам рассказывал, что зашивался, снова и снова приезжает в Россию. На этот раз он перешел уже последнюю черту. Также Худяков призвал коллег поддержать его мнение и запретить Панину возвращаться на родину. И вот его цитата. Выкинуть его вон из страны и пусть дает концерты на пару с Галкиным. Оба артисты из одной обоймы с девиантными отклонениями. А получившаяся роль в жмурках заслуга настоящего режиссера Алексея Балабанова и только. А собственно хочется спросить, разве Панин приезжает? Мне кажется, он не может туда приехать. И сам недавно говорил о том, что никуда он не приезжает. Он находится в Испании и сейчас занимается своим здоровьем. Психолог Лина Дианова сделала разбор Павлу Прилучному. Оказывается, расставание с Агатой далось Павлу очень тяжело. После разрыва он был вынужден даже посещать психолога. Жаловался, что посидел и были даже проблемы с сердцем. После развода Прилучный больше не хотел иметь детей. По словам Лины Диановой, он неправильно анализировал и вовсе не понимал, что именно послужило причиной разрыва смуцельницы. И вот ее комментарий. Он подумал, что отношения спортились не потому, что он не готов к детям, а потому, что с его женой что-то произошло. Да, произошло. Она выросла из девочки-принцессы в женщину. Так происходит всегда, и это необратимо. Что говорит только о том, что у Паши будет еще не одна жена. Также Лина Дианова уверена, что Прилучный лукавит, говоря о том, что никогда не мечтал об известности. И это не единственное заблуждение. Она, проанализировав мимику артиста, во время интервью сделала вывод, что Павел лжет по поводу соцсетей. Он заявлял, что не любит все эти блоги и так далее. И вот ее комментарий по этому поводу. В глубине души мальчик из Бердска очень хотел славы. Он очень хотел куда-то выбиться и показать тем, с кем раньше общался, чего он достиг. И социальные сети в этом смысле очень хороший проводник. Человека с таким раздутым эго, как земной шар, еще надо поискать. Вот такие вот заключения сделала Лина Дианова. Согласны вы с ней или нет? Комментируйте, а мы двигаемся дальше. А Собчак продолжает стебать внешний вид своей заклятой подруги Тиной Канделаки. Канделаки опубликовала фото, где позирует в свободных черных джинсах и темной куртке и подписала пост так. Когда твой лук действует на повал. Собчак не смогла пройти мимо и оставила свой язвительный комментарий. До чего тут скромничать, я бы даже сказала на лесоповал. Подписчики сразу же, естественно, набросились на Ксению, мол завидуешь, что-то одержима Тиной Кароль. Ой, Тиной Кароль, простите, Тиной Канделаки-то я, по-моему, одержим уже Тиной Кароль. В общем, ну и так далее. А вот и правда, а чего Собчак никак не может оставить в покое эту Тину Канделаки? Чего она все время к ней прицепилась? Не может ей простить мужика, с которым Тина Шуры-Муры водила? Или все-таки она завидует ее успеху? Дамы, что вы думаете? Почему Собчак все время комментирует Тину Канделаки? Сергей Соседов оставил ненадолго в покое Аллу Пугачеву и переключил свое внимание неожиданно на Софию Ротару. Соседов считает, что Софии Михайловне необходимо вернуться в Ялту. Понимаете? Вот такие рекомендации от Соседова. И вот что он говорит. У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело. В Москве и подавно. Она здесь задыхалась всегда, поэтому в Крыму всегда жила. Была там и царь, и бог. Ну, я не знаю. Я думаю, что София Ротару вполне может сама принимать подобные решения, разве нет? Ну, хоть не обгадил, как говорится, на этом спасибо. Такое себе послание о беспокойстве, состоянии здоровья София Михайловна Ротару. Лобода снова попала под волну хейта. И все это после интервью у Гордеевой. Многие публичные люди сейчас глумятся над Лободой, которая назвала себя в том самом интервью артисткой номер один в России. Многие заявили, что она себя слишком переоценивает. Ну и вот, собственно, комментарий, например, Иосифа Пригожина, который, кстати, напомню, не так давно стал соведущим Лерой Кудрявцевой. В передаче «Звезды сошлись». Если кто-то не знал, да, вот такая информация появилась на выходных. Антон Привольный ушел. И, кстати, Антон Привольный сказал, что он так прокомментировал, что уходит, потому что занимается каким-то своим новым проектом на канале ЖНТВ. То есть он какие-то там другие дебри уходит, а эта передача, видимо, не совсем его формат. Но так он сказал, как там на самом деле, я не знаю. Ну, кстати, друзья, раз уже мы заговорили про Пригожина, как вам он в роли ведущего? Ну, у меня нет слов, а только цитирую его комментарий, адресованный Лободе. Артистка номер один. Это она сама про себя так говорит? Вы посмотрите на стриминге, там нет ее имени, там совсем другие исполнительные. Хамали Наваи. Джонни. Лободу я там не встречал. У нас есть артисты, собирающие огромные стадионы. Руки вверх. Баста. Я не знаю, почему Лобода заявляет о своей исключительности. Как там ее песня называется? «Твои глаза?» Это уже сделала Аллегрова 300 лет назад. А эти исключительные будто делают нам одолжение. Нам не надо таких одолжений. Она стала большой звездой в России. И что она сделала? Как она отблагодарила? За внимание аудитории к ней. В этом проблема многих артистов. Когда они становятся звездами, с ними приходится знакомиться заново. Они меняются просто на глазах. Они перестают быть земными. Им кажется, что они находятся где-то в космосе. При этом не понимают, что за каждый доллар, за каждый рубль придется отвечать. Отвечать уважением и взаимностью к аудитории. Вы знаете, соглашусь с этим комментарием. Я бы его адресовал бы абсолютно ко всем артистам. Не только к Лободе. Ну и всемирно известный певец Данко, король поп-музыки, подключился к Прикожину и, естественно, оставил никому не нужный свой комментарий. Если еще кто-то помнит о таком певце. И вот его цитата. Она что, круче Пугачевой получается? Я не понимаю ее вообще, откуда она взялась. Она что, сама писала музыку, сама снимала клипы, накачала силиконовые губы. А так ни голоса, ни красоты, ни таланта. На чужих деньгах все произошло. А сама по себе она дешевка. Ноль. Это объективно. Ничего она не может. Ни петь, ни танцевать, ни сочинять. Это в стиле Данко, как всегда. Переходить на личности. Да, конечно. Ну понятно. Комментируйте, друзья. А мы двигаемся дальше. Сейчас очень многие знаменитости в погоне за молодостью. И всячески пытаются противостоять возрастным изменениям. И, кстати, не только знаменитости. Это происходит вокруг даже у меня среди обычных людей. А вот Моника Белуччи не стесняется стареть, естественно. Белуччи, выступающая против изнурительных диет для похудения и пластических операций, показала себя во всей красе. Актриса, которой скоро исполнится 58 лет, а еще совсем молода, неоднократно заявляла, что спокойно относится к возрастным изменениям и не собирается гнаться за молодостью. Судорожно трястись над каждой морщинкой и добавленными килограммами. Что еще раз и доказала. На красной дорожке венецианского кинофестиваля она появилась в черном платье с декольте, дополнившегося роскошным массивным бриллиантовым колье. Она уверенно улыбалась камерам фотографов, демонстрируя свои морщины гордо. Никакого ботокса и подтяжек. Моника Белуччи до сих пор остается одной из самых шикарных женщин в мире и эффектных звезд кинематографа. В Венеции она представила картину «Засуха», где исполнила главную роль. Вот такая вот она смелая и отважная Моника Белуччи, которая не стесняется выражать свою позицию и демонстрировать гордо свои морщины. Я ее за это уважаю и поддерживаю. Ну раз мы уже заговорили про венецианский кинофестиваль, подводим итоги кинофестиваля Венеции 2022. Завершился 79-й международный венецианский кинофестиваль, традиционно проходивший на острове Лидо. Старейший кинопросмотр порадовал рядом громких премьер. Праздник кино длился традиционно 11 дней. Главные награды все раздали, но теперь коротко о них. Золотой лев достался картине «Вся красота и кровопролитие». Серебряный лев, кости и прочее. Гран-при Сент-Омер. Кубок Вольпа за лучшую женскую роль получила моя любимая Кейт Бланшетт. Кубок за лучшую мужскую роль получил Колин Фаррелл. Спецприз от жюри фестиваля «Никаких медведей» фильм. Золотая Озелла за лучший сценарий «Банши и Нишара». Приз имени Марчелло Мастрояни лучшему молодому артисту Тейлор Рассел. Кости и прочее. Лев будущего Сент-Омер и гран-при в секции «Экстра» Незуш. Вот все победители венецианского кинофестиваля. Я очень рад за Кейт Бланшетт. Наверное, многие фамилии и названия фильмов, которые я произносил, вообще ни о чем вам не говорят. Но давайте порадуемся за Кейт Бланшетт. Она красотка. Я очень рад за нее. Искренне. Дантес объяснил, почему не может служить в рядах ВСУ. Об этом Дантес рассказал в программе «Слава плюс Таня». По словам Дантеса, у него очень плохое зрение и его в армию просто не возьмут. И вот его комментарий. Для меня это такой вопрос, который закончился еще в мои 18 лет. Я почти списан. Я думаю, что меня с моим здоровьем возьмут только бумажки перекладывать или чистить картошку. Правый глаз Дантеса видят на 10%, а левый на 90%. Вот такая причина, по которой Дантес не пошел служить в ряды ВСУ. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. А вот Ириана со своим Асапом вышла в свет. Ну, что я могу сказать? Как обычно. Эпатажно, красиво, смело. Видно, что она не так давно родила. Такая, как говорят у нас в Украине, соковыта жинка. Еза шо взятость, да? Мене дуже подобается. Не знаю, как вам, хотя многие скажут, куда ты напялила такое короткое мини. Но это Ириана. Она может себе позволить все, что угодно. Красотка. Лариса Гузеева и шоу Голос 60+. Во-первых, фанаты ее там жестко травят. В общем, многим не нравится, как она работает, ну и так далее. Но сама Гузеева жалуется на проблемы после съемок Голоса. Она сообщила в Инстаграме, что безумно устает после съемок программы. Судя по всему, она мочается из-за неудобной обуви на высоких каблуках. Она выложила в видеоролик сеансом массажа. Показано, как массажист ей там разминают ее ножки и все так далее. И вот, как она говорит, Маша реанимирует после вчерашней съемки просто какой-то ужас. Почему нельзя в кроссовках все время работать? В общем, Лариса Гузеева хочет в кроссовках, а ей не разрешают, заставляют надевать туфли. Я и в этом смысле понимаю. Я хоть и не ношу туфли еще и на каблуках, но это жесть. Я бы тоже не хотел бы. Для меня лучшей обуви, чем кроссовки, просто не существует. Я знаю, что туфли это всегда красиво, это всегда так элегантно. Ну, круто, да, особенно, когда девушки, женщины, платьюшко наденут, да, вот эти туфельки. Все это круто, но я не представляю, вот ходить в них, потом что с ногами будет. Я как вспомню работу в отеле, эти туфли, да пропадение пропадом. Никогда в жизни. Я помню, как я периодически их снимал, надевал эти тапочки из отеля, которые вот и белые, знаете. И ходил в костюме, в тапочках по этажу. Ну, в надежде, что меня никто не увидит, но как на слове, что меня кто-то увидел один раз, даже генеральный менеджер. Ну, тогда мне, конечно, вставили звездюлей. Наргиз продолжает зарабатывать на песнях Макса Фадеева. Она исполняет хиты, которые по закону об авторских правах ей петь запрещено. Находится она сейчас по-прежнему в Узбекистане. Выступает на корпоративах, концертах и поет песни, которые ей запрещено петь. Не знаю, как это все будет разруливаться. Кстати, насчет ее беременности, я так и не понял, это фейк или по-настоящему. Многие пишут, что все-таки фейк, но я не знаю, что Наргиз, типа, решила таким образом пиар сделать. Это было бы странно. Помните, была история про Пугачеву и Баракамеру, которую она якобы заказала себе в Израиль, там, чтобы ей привезли. И чтобы она там омолаживалась в ней. Так вот, все это оказалось каким-то фейком или придумкой. Но зато вот Евгений Петросян омолаживается себе нормально. Видите, как на него действует молодая супруга. Несмотря на то, что его концерты где-то отменяют и все такое прочее. Но он себя омолаживается и говорит, не дождетесь, все будет зашибись. Вот тут недавно был день рождения. Режиссер, сценарист, продюсер, подаривший этому миру кучу фильмов, на самом-то деле, хороших и достойных, Гай Ричи и бывшей Мадонны. Ему исполнилось 54 года. Давайте его поздравим с днем рождения. Я думаю, что многие знают имя и фамилию Гая Ричи и много его картин, очень крутых на самом деле. Студия Дисней представила тизер ремейка «Русалочки». Роль Ариэль исполнила певица и актриса Холли Бейли. А постановщиком картины выступил Роб Маршалл, известный по работе с мюзиклом «Чикаго». Премьера фильма запланирована на 26 мая 2023 года, однако там, насколько я знаю, уже 500 тысяч дизлайков. В общем, не зашло, это только тизер вышел и уже столько дизлайков. 500 тысяч, вы просто представьте себе на секунду. Это жесть, что-то не зашел людям он. В Дубае построят курорт в форме Луны. Стоимость будет более 5 миллиардов этого проекта. Он призван помочь посетителям испытать космический туризм. Ну, Дубай, конечно, все пытается переплюнуть сам себя. Там на выходных произошла история с певицей Клавой Кокой. Она там выступила где-то на фоне храма или что, я так и не понял. Ну и, в общем, понеслась там. Мария Шукшино возмутил концерт Клавы Коки у храма. Она была возмущена выступлением Клавы Коки. Ну и, в общем, Мария Шукшина, как всегда, активно выступила, чтобы певицу Клаву Коку запретили, проверили и так далее. Вот уже потом появилась информация, что такие. Клаву Коку проверяет прокуратура. Местная жительница пожаловалась на нее после выступления на фестивале в Владивостоке. Ну, в общем, понеслась там история. Клава Кока, храм, история продолжается. Не знаю, чем это все закончится. Думаю, что ничем без комментариев. Также еще на выходных появилась информация, что Эмили Ротаковский официально подала на развод. Уже официально. Собственно, об этом мы недавно говорили с вами. Точнее, я вам рассказывал, что ходят такие слухи. И вот уже официально. Сергей Лазарев намекнул на завершение творческой карьеры. Или опять его неправильно поняли. В общем, его цитата. Меняется все, потому что дети растут. Уже хочется больше времени проводить дома. В семейном кругу. И посвящать больше времени себе. В первую половину жизни мы рвемся заработать какие-то бонусы. Как-то реализоваться, утвердиться. Также он напомнил, что в следующем году ему исполнится 40 лет. И он отметил, что за это время ему удалось добиться успеха и самореализоваться. Теперь, по мнению Лазарева, ему следует уделять больше времени друзьям и семье, которыми он пожертвовал ради достижения своей цели. Вы знаете, я его поддерживаю. А вот если вот абстрактно представить, а какую еще высоту может достичь Сергей Лазарев? Мне кажется, все, что можно, он уже, наверное, достиг. Теперь можно, так сказать, плыть по течению, иногда выступать, зарабатывать себе деньги и не напрягаться. А что? Все, что можно, он уже взял для себя. Я так думаю. Ой, ну, конечно, еще главное событие выходных. Анастейша Волочкова, как обычно, мэкнула и вышла на связь, чтобы представить нам своего нового бойфренда. Представила она своим подписчикам это в социальных сетях, в инстаграме, как обычно, избранника. В общем, вот сможете посмотреть. Не знаю, надолго ли и вообще избранник ли это. Он в курсе вообще о том, что он ее избранник. Ну, Анастейша Волочкова в своем репертуаре ничего нового. А моих цветов доставку заказал мой Саша на трех машинах. Вот так она написала. Мой Саша. Кстати, друзья, по поводу Волочковой, когда я говорю Анастейше, я не знаю, что вас оскорбляет многих. Анастейша, это вообще-то есть певица такая, не понимаю. И когда я шучу над Волочковой, я не понимаю каких-то претензий постоянных, потому что кого-то это там обижает. Слушайте, мне кажется, то, что делает эта женщина, уже хуже никто не может сделать, поверьте. Она сама себя унижает и обижает. Поэтому давайте перестанем мне писать вот эти комментарии, как мне не стыдно, мне не стыдно, потому что я ничего плохого не сделал. Я всего лишь шучу, а то, что у многих людей отсутствует чувство юмора, я ничего с этим поделать не могу. Меня всегда пугали люди, у которых отсутствует интерес к музыке и у которых нет чувства юмора. Вот здесь бы я призадумался и даже обратился бы к специалисту. Но это чисто мое субъективное мнение и рекомендации. А прислушиваться к этому или нет, это дело каждого. Ну а теперь немного про Анжелину Джоли и Брэда Питта. Оказывается, Анжелину Джоли не просто так многие не любят, поскольку у нее, конечно, характер еще тот. Говорят, что она с молодости такая. Оказывается, это она вызывала папарацци, чтобы их засняли с Брэдом Питтом в самом начале их романа. И эти фото, чтобы попали в прессу. Для чего? Чтобы разлучить его с Дженнифер Энистон. Вот, собственно, вот такие сейчас гуляют новости. В принципе, для меня это вообще ни разу не удивление. Я знаю, что есть такие люди, и не только женщины. Ну, женщины особенно. Они, если идут к своим целям, то, конечно, на пути у них лучше не становиться. Размажут, растопчут. Любой ценой они получат того, чего хотят. И меня это абсолютно не удивляет. Повторюсь, потому что, если бы она не была бы той самой змеей, наверное, бы и не была той самой Анжелины Джоли. Наверное, для того, чтобы обрести подобный успех мировой, нужно быть такой жесткой змеей. Идти по головам по-другому, видимо, не получается. Ну, в общем, вот такие вот новости. Согласны вы с этим или нет? Хотя, может быть, кто-то считает ее святой Девой Марией. Пишите об этом. Игорь Николаев решил зарегистрировать бренд под названием «Внимание! 3 сентября». Под этим торговым знаком Игорь Николаев намерен предоставлять услуги онлайн-сервисов для скачивания музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию. А может быть, откроют школу или курсы. В заявке есть услуги, связанные с музыкальным образованием. Напомню, что тот самый хит про 3 сентября Игорь Николаев создавал вместе с авторством с Игорем Крутым. Но теперь он решил его запатентовать. Американский офис закрывает плейбой в Украине после 17 лет существования. Такое решение приняли в центральном американском офисе. По какой причине об этом не говорят. Много разной информации гуляют. Но, в общем, плейбой уходит из Украины. В мультсериале «Свинка Пеппа» впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара. По сюжету полярная медведица Пенни в ответ на просьбу учительницы нарисовать. Свою семью изобразила двух матерей. Белых медведиц в платьях. В процессе рисования Пенни уточняет, что живет с двумя мамами. Одна из которых врач, а вторая готовит спагетти. Так что, видите, теперь это все и в мультиках, и в «Свинке Пеппе» тоже. Дочь Стива Джобса протроллила новый iPhone 14. Она выложила мем, который подразумевает, что все новые смартфоны компании абсолютно одинаковые. Но на внешний вид так точно особо они не отличаются. Может быть, кто-то и не согласен. Кстати, друзья, признавайтесь, кто уже приобрел 14-й iPhone? Я, как увидел цену у нас в Украине на 14-й iPhone и понял, что это какой-то трэш. Это же, если я понимаю, что кто-то же будет покупать, там цены просто космос, неадекват. Вот там я смотрел тогда, говорили где-то 1400-1300, вот где-то так долларов. Но в Украине это еще дороже. Там, по-моему, где-то 2000 долларов. Ну и последняя на сегодня будет новость. 67-летний Брюс Уиллис в одних трусах снялся в горячей фотосессии с младшей на 23 года женой. Голливудский актер, несмотря на то, что у него диагностировали серьезные заболевания, не дает забыть о себе преданным поклонникам. Звездные супруги позировали для издания W Magazine. Пара предстала на странице глянца в довольно откровенных образах. Давайте с вами рассмотрим и оценим. Как по мне, очень смело, очень классно, мне понравилось, шикарно. Ставлю плюсик и большое спасибо Брюсу Уиллису за то, что нам демонстрируют в очередной раз, что как бы сложно не было в жизни, всегда нужно наслаждаться, идти только вперед, радоваться и не опускать свои руки. На этом новости из мира шоу-бизнеса все. Но у нас с вами есть еще замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. И сегодня, конечно же, она тоже будет. Но перед тем, как мы к ней перейдем, как обычно, хочу же как мантру вам напомнить. Пожалуйста, не забывайте ставить палец вверх, лайк, сердечко, это все одно и то же. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, рекомендуйте своим знакомым. Сейчас осень, всем нужен крепкий сон, а на этом канале он вам обеспечен. По крайней мере, так многие мне пишут, что засыпают на раз-два. Я, кстати, даже как-то сам говорил, что сам под себя заснул нормально. Так что это реально работает. Приходите, засыпайте. Ну а теперь рубрика хороших, добрых новостей. Погнали! Собаку, которая просидела в западне два дня, наконец-то спасли с помощью эскаватора. Пушистая непонятно, как оказалось, в водоканале не могла выбраться. Голодная, бессиленная и замесшая хвостатая уже смирилась. Но, к счастью, заметили рабочие. Они, не раздумывая, пригнали эскаватор и вызвали ли собачку. Потом ее согрели, покормили и отпустили. С ней теперь все в порядке. Спасибо людям, что так заморочились и спасли нашего хвостика. Громко смеяться разрешается. Перед вами финалисты фотоконкурса Comedy Pet Photography Awards 2022. Даже вот такие есть. Люди со всех уголков планеты поделились кадрами своих любимцев, питомцев. В финал конкурса вышли 26 участников. Ну и вот самых классных отобрали, которые улыбаются. Ну, до чего же наши вот все-таки животные замечательные, да? Вот смотришь на эти фотографии и прям хочется улыбаться. Так тепло становится. Класс. Местная жительница просто вышла на балкон, так сказать, посмотреть, что там за обстановка. А тут себе на гуляют медведи. Понимаете? У вас такое бывает в жизни? Выходишь к себе на балкончик, открываешь окно, а там вот семейство косолапых. Шагают в поисках меда или чего-то вкусненького. Знакомьтесь, это уличный код Гацек. Достопримечательность города Щетсин. На гугл-картах у него рейтинг 5 звезд. Представляете? Вот в городе, в польском, есть свой пушистик, который является одной из достопримечательностей города. Вот это вот я понимаю. Гацек его зовут. Это классно. Отважная мама отбила 15-месячного ребенка из лап тигра, 25-летняя жительница. Шла с ребенком в поле, когда на малыша набросился хищник. Храбрая мать сразу же вступила в неравную схватку со звеем и начала звать на помощь. Все это время она не давала тигру схватить сына и убежать с ним. На крики молодой матери сбежались люди поблизости и хищник сбежал в лес. Тигр слегка задел голову ребенка, а девушку доставили в больницу с травмами спины, рук и живота. К счастью, она уже идет на поправку. Все живы, все здоровы. И это самое главное. В очередной раз я преклоняюсь и восхищаюсь бесстрашим героизмом матерей, которые бросятся куда угодно и никогда не дадут в обиду своих детей. Понимаете? Вы просто представьте, девушка, 25 лет и тигр. Не побоялась. Вот что значит материнский инстинкт. Осел разбудил своим криком хозяйку, чтобы та помогла козочке, застрявшей в ограждении. Ослик по кличке Вафля не оставил рогатую в одиночестве. Он не отходил от козы ни на шаг до тех пор, пока не пришел человек. Вафля определенно заслужил овации и много вафель. Школьник, рискуя жизнью, спас женщину и ее кошек из пожара. 16-летний парень шел по улице, когда увидел дым из окон квартиры на четвертом этаже. Он услышал крики и бросился на помощь. Он смог открыть дверь и в густом дыму обнаружить 81-летнюю пенсионерку. Школьник вывел женщину на улицу, а затем снова вернулся в горячую квартиру, чтобы вытащить ее кошек. К счастью, все закончилось хорошо. Настоящий герой. Большое ему спасибо. Посмотрите на этого котика. Его обнаружили на улице в плохом состоянии волонтеры, которые превратили со временем котика в красавца и нашли ему дом. Попав в один из приютов, бедолага едва передвигался. Ветеринары вместе с волонтерами срезали более двух килограммов колтунов. Врачи также выяснили, что коту около 10 лет. Спустя пару недель у пушистика отросла шерсть, и он превратился в настоящего красавца. Сотрудница местной ветеринарной клиники не смогла устоять перед его чарами и забрала его к себе домой. Супер! Воспитатели детского сада побросали все свои дела и без колебаний побежали спасать детей во время землетрясения. 5 сентября на юго-востоке Китая начались сильные подземные толчки. В тот момент в детском саду был тихий час. Но вы только посмотрите, как слаженно и быстро оперативно работают воспитатели. Вот просто мгновенно. Никто не пострадал. Я воспитателям большой респект. Ну и напоследок, наверное, сейчас многие смотрят этот ролик вечером, собираются спать. Вот такого вам милого хвостика, чтобы вы хорошо заснули. На этой прекрасной и позитивной ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Я надеюсь, что он вам очень понравился. Я старался. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, комментировать. Потому что каждый лайк, каждая подписка, каждый комментарий – это такая благодарность для меня. Это очень важно для продвижения этого канала. Если вы хотите, чтобы я и дальше снимал для вас ролики, друзья, не скупитесь. Вам ничего не стоит поставить палец вверх. А для меня это дорогого стоит очень много. Поэтому давайте сделаем так, чтобы было 5000 лайков. Давайте соберем под этим роликом 5000 лайков. Вот такой вот челлендж я придумал. И, конечно же, подписывайтесь. Берегите себя. Сохраняйте в себе человека. Встретимся мы с вами уже завтра. Мирного неба над головой. До завтра. Пока-пока.